В целом у меня есть мысли, что можно с этим сделать. Если как бы тебе интересно, давай попробуем собрать 1000 лайков, и мы посвятим этому отдельный видос. Ты супер красавчик, собрали 1200, спасибо тебе большое, дай Бог здоровья, красавицу жену, квартиру, дачу и любовницу в придачу. Я также скидывал в инстаграм, здесь видно, что 94 градуса, сейчас я тебе врежу в инстаграм, ты увидишь, как там карты ригом грелись. Поднастроил программно, у меня вот такая температура с учетом в риге, и в риге 5 карт. Этот риг у нас неправильно настроен, так как, видишь, жор по ядру и жор по вольтажу больше. Я это знаю, но я его специально не трогаю, почему? Потому что я жду карту из гарантии 6, да, и как-то поэтому и не трогаю. Хотя надо по идее настроить, но мы будем именно на этих настройках и включать. Ты видишь, да, 830 ватт. Включаем с тобой шумомер, тоже звук надо померить, но здесь как бы как мерить звук, когда все в видеокартах со всех сторон, то есть там, 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 тут, везде, видишь, да? Ну, как-то будем начать мерить, что вот, 65 показывает на этом месте, на этом же месте будем тестировать. И чуть ближе поднести, не, по-моему, все равно 65, да? 67, видишь, 72. Здорово, дорогой, вот такой вот чемодан, видишь, как его собирать, я не представляю, никогда я такого не собирал. Вот, ну, сейчас как-то буду думать, но инструкции нету внутри, может, там внизу есть, сейчас буду искать. Этот майнерский чемоданчик мне прислали ребята из Jabba Market, называется он у них Cold Keys, вот, а вообще они на меня ругают, что я его называю чемоданом, ну, мне кажется, чемодан уже прилипло к ним название. Соответственно, они есть разные, они есть на 6 карт, есть на 8 карт, то есть, вот, цены, смотри, вот тут. Мне прислали сам крутой за десятку, какой-то там, с воздушными потоками, с распределениями, там, с фильтрами, я не знаю, ну, короче, и только что джакузи там нет, походу. Вот, я согласился его взять с единственным условием, послушай сам. Добро, братан, присылай, только я сразу говорю, что обзор будет со всеми плюсами и минусами, так как я его увижу, не под вашу диктовку, да, а именно по моему мнению, то есть, если он мне поможет, я скажу, помог кейс, если как бы он мне не понравился, я скажу, мне он не понравился, то есть, надо понимать, что у меня объективное мнение будет. И вот мы с тобой сегодня попробуем при помощи вот этого кейса вылечить мои сроки, которые греются от 96 до 100 градусов. Готов? Погнали! Ну, я тебе хочу сказать, это реальная проблема, ты посмотри, сколько запчастей, видишь, да, это все запчасти от нее, которые надо собрать воедино, воедино собрать, вот это все запчасти, да, здесь целый, как бы комплект запчастей, там запчасти, тут запчасти, здесь запчасти, и как бы как это собирать без инструкции, да? Ну, короче, все, ништяк, я на сайте у них на этом, jabomarket.ru, написал в Telegram, открылся у меня Telegram, говорю, инструкции-то есть, что, говорю, как жить-то дальше? Говорит, базара нет, говорит, вот тебе, говорит, инструкцию, прислали мне инструкцию, смотри, здесь 15-минутный ролик, максимально подробный, сейчас я его изучу и думаю, соберу. На самом деле, скажу так, как бы я почесал репу полчаса, и как бы спустя полчаса, я вот посмотрев вот этого парня, да, я, в принципе, понял, как это сделать, на самом деле ничего сложного нету, первый раз главное понять, как это сделать, а потом уже оно все на потоке будет, если как бы регулярно такие боксы нужны, то есть, в принципе, разобраться можно. Не как мамка держится, смотри, хочешь так, хочешь вот так, хочешь вот так, хочешь даже вот так, вы, бля, сейчас уродю, или тебя, или камера, ну, короче, все держится максимально шикарно. Муторная канитель, короче, лента такая специальная, да, и ты вот так вот ее проклеиваешь по размеру твоей видеокарты. Зато как бы видюха держится, видишь, воздух там ничего не проходит, и как бы должно быть, по идее, хорошо. В общем, оптимальный вариант, чтобы кулера нормально крутились, и один, и второй, и мне сейчас неудобно, я тебя в правой руке держу, а эту штукенцию в левой. Если вещь, что-то сложная получается, то есть, каждую надо вот так закрепить, у меня, я инвалид, минут 30 времени ушло, но ты как парень фартовый, не инвалид, как я, у тебя минут 15 идет. То есть, минимум где-то час, час на что у тебя уходит, проклеить вот эту всю ситуацию, видишь, вот эти штыри, соответственно, подобрать, чтобы она все ровно работала, и закрепить вот эти карточки. Если карточки 4, то час на эту ситуацию уйдет, если 8, то 2 часа, но это как минимум, мне кажется, а то и умножай на 2. Вот это вот то, что я собрал, это минут 5 времени, это недолго, вот там тоже минут 5, не больше. Ну, я думаю, что как бы если знать, что делать, то часа 3 времени точно надо, чтобы это все сделать. Вид изнутри чемодана, блоки я закрепил, видишь, раз, видишь, два, вот они, получается, входы, откуда это все будет входить, раз, и вот второй надо будет тоже здесь открыть, видно, нет, вот, да, вот, вот тут видно, да. Ситуация такая, если карту надо поменять, я так понимаю, это не проблема, допустим, райзер вышел из строя, ты его просто снимаешь, ставишь другой тут, ставишь другой тут, тут тоже ставишь, а здесь ты не поставишь, потому что уперся в стенку, этот райзер не вылезет. И что надо будет сделать, надо будет вот так вот эти стяжки снять, раз, и два, болты, чтобы остались наверху, при этом держать их кто-то, что ли, второй помогал, что ли, или что, я не знаю. И карту можно будет спокойно снять, обслужить, там поменять термопасту, поменять райзер. Значит, смотри, вот я это подрубил все, имеется в виду питанием, наверное, надо было вот эти штуки не сюда свать, потому что здесь, смотри, во-первых, райзер у меня как закреплен, я так оставлю, мне лень переделать. И вот здесь как бы тоже я, ну, представляешь, как я мучился, чтобы туда сунуть, я вот здесь ослаблял и сунул, а надо было, наверное, вот эти штукенции мне сувать, ты, если будешь такую штуку собирать, имею в виду, вот в эти штуки, жалко, там парнишка это не пускал в дальние, тогда бы у меня спокойно вошел бы райзер и спокойно вошло питаловка. И вторая сторона, здесь же в этом корпусе какие-то воздушные потоки, они там как-то должны ходить правильно, а вот здесь вот дырки открыты, я их хочу чем-то закрыть. Братан, не было ничего под рукой, но я вспомнил, что у видеокарт в комплекте с видеокартой идут вот такие вот штукенции, об этом прекрасно знаешь, в коробке, а они очень плотные, толстые. И зачем я это делал, в двух словах, чтобы тепло, которое будет подаваться сюда, там же идут, как это сказать, воздушные потоки, да, и по этим потокам, видишь, мы специально обкладываем видеокарту вот такой штучкой, которая сюда клеится, чтобы тепло сюда не заходило. Вот чтобы технология не нарушалась, я закрыл, то есть когда там следующая карта приедет из гарантии, я вот эту секцию, видишь, я ее отдельно специально сделал, сниму и вставлю. Если две карты докуплю, еще вставлю, понимаешь смысл? У меня кулера пятнадцатый, я вот взял, притащил, там у меня остатки остались, с девятых, а с девятых, а с девятых, а с девятого снял двенадцатый. Смотри, насколько он больше, я больше руку не могу сунуть, но видно, да, то есть вот, вот настолько. От всех с материнской платой получилось у меня вот так, справа блок, слева блок, посередине мамка. Здесь лишнюю проводку я не стал стягивать, то есть она у меня, видишь, ходит, эта штучка, если просмотреться, вверх-вниз она легко снимается. Специально это сделано, с той целью, что еще тут добавится раз, два, три райзеры, и из этой проводки возьмется нужное мне необходимое. Я просто единственное, что переживаю, чтобы они не шумели, я не знаю, это фирма АВЦ, ты знаешь ее АВЦ? А 15, я думаю, потому что вот тут написано 15, видишь, я думаю, что 15, я не уверен. Соответственно, вот он регулятор оборотов, то есть если будет шуметь, можно будет понизить, но я надеюсь, что не будет шуметь. И также я закрепил, вот она кнопка, power, сейчас будем запускать, братан. Сделал пробный старт, чтобы убедить, что все там внутри работает, да. Смотри, эта штука как трясет, видишь, наглядно видно. А вот смотри, моя майка с биткоинами, смотри. Ну-ка, я сейчас отпустить. Все, улетела, видишь, что я не упала. Ну, дует конкретно. И шум, давай смотреть шум сейчас. Вот он регулятор. И шумно, смотри. На минимальное положение. Все. Вообще не слышно. Обратите внимание. Не, они крутятся при этом, то есть все, как бы без базара. Ну, тут надо понять просто, сколько оптималка получается. Теперь я прибавлю на максимум. Вот это да. Надо где-то среднее положение. Вот это среднее положение получается. Средним дует нормально? Нормально ее трясет. Видишь, значит, нормально дует. Братан, я собрал. Притом у меня там райзер один морочил голову. Да, то есть он, видишь, я его поменял. Вот. Все нормально открывается. Я сейчас тестирую райзер. То есть до конца не закрываю специально. При этом все охлаждается. Что хочу сказать. Вот что мне нравится, он выглядит как серверник какой-то. Да, но вот 9 из 10, вот 10 из 10 скажут, что это ферма. А 9 из 10 просто не поймут, что это такое. Ну, как будто серверный компьютер, там данные клиентов, может быть, что-то еще, офис можно поставить. Понимаешь мысль? То есть смотрится он вот так. Это ладно. Нас интересует другое. У нас было потребление в начале ролика с тобой 830 ватт. Потребление выросло? Выросло. То есть потребление сейчас 900 ватт. Здесь стоит подмечать, что потребление зависит от того, насколько быстро, насколько сильно работают регуляторы оборотов. Вот если их сейчас снизить, например, мы их снизили, то потребление упало на 847 ватт. Если я их опять подыму, смотри, подымаю на максимум, сейчас больно будет, то потребление опять 900 с копейками. Я посчитал 70 ватт в час, умножил на 720 часов, и у меня получилось, что переплачивал. Переплата, если розетка по 3 рубля, приблизительно 150 рублей. Ну, то есть лишние 50 киловатт ферма ест. Но при этом давай посмотрим температуру, это же самое главное. Как ты помнишь в начале ролика, у нас с тобой была температура у фермы до того, как мы подключили cold case от 90 до 96 градусов. В моменте зависимости вот так. Сейчас кейс не полностью герметичен из-за того, что я вытаскивал райзер и как бы его тестирую. Но при этом он уже работает. То есть если посмотреть, смотри, вот он RIG 2 5700. Сколько он уже работает? Он уже работает практически час. И работает он на тех же самых параметрах. То есть тут 800, тут 800. Я еще задаунвольчу, конечно, после ролика. И при этом температура у нас 72, 74 и 80. Здесь я хочу подметить следующее. Значит, во-первых, они мне сказали снять кожухи. Снять кожухи и радиаторами их прикрутить. Вот. Я сказал, что я снимать не буду, потому что у меня карты на гарантии. Они говорят, блин, там кожух аккуратно снимешь, ничего не будет. Я говорю, с моими кривыми руками по-любому что-то будет, от карты ничего не останется. Мне гарантии важнее. Вот. Поэтому кожухи я не снял. То есть они сказали, что если бы я прикрепил радиаторами, я не знаю, насколько это правда. Это просто как тебе информация, да. То было бы намного лучше эффект. Хотя вот этот эффект меня вполне устраивает. Вот. По этой карточке я подозреваю, что я не до конца вот к этим штукам, которые я тебе ранее показывал, прикрепил карту. Вот. Ну, в принципе, 80 градусов мне более чем достаточно за глаза. Понимаешь мысль? По факту, что имеем. Вот честный отзыв, да, ты помнишь, было от 90 до 96. То сейчас у нас 72, 74 и одна карточка 80. При этом они мне сказали, что я должен отключить кулера на видеокартах. Якобы они мешают воздушным потокам. Но мне что-то как-то стрёмно кулера отключать. Ты как думаешь, отключать кулера или так оставить? Я, наверное, все-таки так оставлю, но его в баню. А то что-нибудь не так пойдет еще. Как ты помнишь, на обычной ферме шумомер показывал в районе 70. Сейчас, если... Ой, блядь, уебал. Нечайно. И рвнулся еще. Сейчас в районе 80, 80, 82, да. Но это регуляторы на максимум. И мы знаем температуру, когда регуляторы на максимум. Теперь я тебе что предлагаю сделать? Снизить регулятор приблизительно наполовину, где-то вот так, да. Ну, чтобы было нормально. Вот сейчас сколько? Вот сейчас смотри, 70. Да? То есть так же, как было при вентиляторах на видеокартах, да. И вот я теперь предлагаю на этих оборотах посмотреть, сколько будет у нас показывать температуру. Вот, на время, смотри, дал я поработать еще минут 10. Температура подросла. 7,6, 7,4, 8, 7,4, 7,6. Кстати сказать, все это снималось в Москве при температуре плюс 18 градусов. То есть и первая съемка, и вторая. Первая даже, может быть, было плюс 16, да. Потому что, ну, момент времени прошел. Прошло. Соответственно, потребление у нас упало до 800, приблизительно 60 ватт. То есть всего лишь на 30 больше, чем стоки. Это, наверное, где-то киловатт 18-20 в месяц. В целом, покупкой. Ох, покупкой, говорю. Подгоном я доволен. Ребятам, спасибо большое. Вот. Что хочу сюда добавить? Выводы никаких делать не буду, потому что, ну, мне его подогнали. Какие выводы буду я делать? Но вот видишь, у меня 1080i-карты. Для них я заказал такой же кейс, уже за деньги, тоже в максимальной комплектации на 8 карт. Так, я тебя прошу, напиши, пожалуйста, что ты думаешь про это. Потому что у нас смотрят люди, которые ничего не понимают в этих вопросах, да. И чтобы они не опирались только на мое мнение и на мой обзор, да. Поделись своим опытом тоже, если у тебя была такая штукенция. Вот. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Instagram, Telegram, на YouTube, в Twitter. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Субтитры сделал DimaTorzok